Здравствуйте! В эфире новости в студии Амир Кедрасов. 20 августа в Кумертау прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню авиации. По уже сложившейся традиции, утром граждане отправились на Кумертауское авиационно-производственное предприятие, для того, чтобы увидеть те самые крылатые машины, которые производят кумертауские авиастроители. Константин Меркушев расскажет подробнее. В субботу, 20 августа, между заводом Кума ПП и Летной испытательной станции горожане отметили торжественные события. Новость о том, что в этот день будет проходить праздник Дню авиации, облетела окрестности. Поэтому веселое оживление на площадке началось еще до официального открытия. Здесь собрались жители со всего города. Кумертауский завод славится вертолетами во всем мире. Но главное здесь есть трудовой коллектив, который умеет добиваться достойных производственных показателей и гордится местом своей работы. Их труд заслуживает признания и уважения. Специально к этому дню на выставочном фоне были представлены легендарные вертолеты. Взрослые дети смогли ощутить себя пилотами, посидеть в кабине вертолета, а также сфотографироваться как рядом с летательным аппаратом, так и внутри него. В небе стоял рев и гул. Показательные выступления авиамодельного кружка. Это один из самых зрелищных моментов праздничной программы. Юные мальчишки и девчонки вместе с своими родителями наблюдали за самодельными самолетами. По словам руководителя авиамодельного кружка, на сборку такой техники уходит очень много времени. Ну мы здесь делаем различные радиоуправления модели. Вот этот в данный момент самолет-квадрокоптер, который победил на премии имени Палатникова, занял первое место. Самолет, видите, как видели, взлетает вертикально. Сейчас техника очень новая. Вот смотрите, это все моторы, как говорится, электроника, тут платы управления очень сложные. Без компьютера ничего не сделаем. Все прошивается про это, программируется. Вот такое дело. Посетил мероприятие и поздравил всех жителей с праздником майор запаса Раис Сайфулин. Наши вертолеты самые лучшие. Почему? Потому что, ну, наверное, компактные, наверное, потому что грузоподъемные. Виностранные вертолеты на палубах других кораблей смотрелись, ну, скажем так, не лучше нашего. Ну и хочу поздравить горожан нашего города, значит, заводчан с праздником ветеранов авиации, ну и тех ребят, кто сейчас служит в вооруженных силах, в авиации, кто учится в учебных заведениях военно-воздушных сил. Всех поздравляю с праздником, с Днем авиации. Праздник посетили и гости с других городов России. Все улыбались, радовались и восхищались праздничным днем. Для нас необыкновенно. Мы с Приморья, допустим, здесь в гостях, и, ну, нам нравится. Ой, супер вообще вертолеты. Мы с вами из Санкт-Петербурга, ну, как бы, когда-то здесь жили, и такой праздник, как бы, мы под впечатлением. Интересно, весело, ребенок радуется. Праздник очень хороший сделали, прям так, место посвободнее, чтобы подойти к вертолету ближе, посмотреть. В общем, все нравится. Впечатление потрясающе. Первый раз сегодня у вертолетов такой близости. Приехали специально из Челябинска к родственникам, и мы попали вот на этот праздник. Серьезно, из Челябинска? Да. Поэтому положительные впечатления. Город у нас, как бы, авиационный. Много кто работает на Акумонфон, много кто уже отработал на Акумонфон. Как бы, это уже традиционный праздник стал для нашего города. Ну, положительные впечатления. Положительные впечатления. Город у нас, как бы, авиационный. Много кто работает на Куманску, много кто уже отработал на Куманску. Это за традиционный праздник стал для нашего города. Положительные впечатления. Мы очень рады, что есть возможность нашим мальчикам с новьям показать настоящие вертолеты, даже побывать внутри. И спасибо, что такие праздники проводятся. По окончанию так называемой Дни открытых дверей, жители и гости перебазировались в центр города для продолжения народного гуляния. Свадебные букеты, почетные грамоты и поздравительные речи – все это атрибуты официальной части празднования Дня города. Ее в этом году приняла площадь угольщиков. Владимир Антошкин расскажет детали. Кумертау 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 Официальная часть Дня города открылась легким расслабляющим детским танцем на площади у центра Дустык. А после такого зажигательного старта перешли и к вещам более серьезным. Шутка ли воздать по заслугам наиболее достойным горожанам? Перед тем, как исполнить эту ответственную миссию, председатель городского совета поздравил всех с праздником. Праздникам авиаторы, машиностроители, конструкторы и летчики. Мы гордимся вами, как и всеми жителями города, всей большой семьей и горожан. Мы гордимся ветеранами и первостроителями нашего города. Мы уверены, что Кумертау – один из самых красивых и юных городов республики, обладающий неплохим экономическим и индивидуальным потенциалом, возрастающий инвестиционной привлекательностью. Наград же в этот день удостоились несколько десятков горожан. Обладателями почетных грамот стали как простые труженики, так и руководители предприятий. Это повара, педагоги, врачи и правоохранители – словом, представители практически всех сфер деятельности города. Стараемся, работаем, трудимся на благо города. И, конечно, всегда приятно, когда замечают и старания, труды. Всех горожан поздравляю с праздником города, Днём авиастроителей. Администрацию города поздравляю. Работает очень замечательная команда. Очень много говорят о развитии города. Я уверен, у команды, которая сейчас сложилась, всё обязательно получится. В нашем городе люди работают, которые на самом деле добиваются успехов и которые заслуживают наград. Я хочу пожелать всем счастья, благополучия и мирного неба над головой, процветания. Особое приключение приготовили для тех, кто в этот день сделал один из важных шагов навстречу собственному счастью, а в какой-то степени процветанию города в целом. Несколько пар молодожёнов поздравили с вступлением в законный брак прямо на площади угольщиков. Им предложили собрать общий символический пазл и бросить будущим невестам традиционные букеты. Раз, два, три! Букете, гряди! Ну! Сегодня у нас торжественный день в нашей жизни. То есть свадьба. Ну и решили как бы войти в историю, что ли. Все отлично, все супер, рады, счастливы. Все хорошо, все отлично, мы рады. Наконец-то завершилось. Завершилась так называемая официальная часть дня города парными танцами, в которых молодожёнов могли поддержать все желающие. В день города были организованы экскурсии для ветеранов по городу. Но какие объекты посетило старшее поколение горожан, знает Константин Меркушев. 20 августа, в день города, для активистов Совета ветеранов была организована специальная экскурсия по городу. О строительстве объектов рассказали заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров и генеральный директор основного застройщика ООО «Акрополь» Хайдар Гайсин. Пожалуйста, делайте левую силу. Первое место остановки оказалась, конечно же, ледовая арена. Здесь говорили о ходе строительства, финансировании и возможных сроках завершения. Начали мы строить в прошлом году, в конце сентября, пока не следит за время какой-то немножко невязки. Завершение проекта, получение экспертизы и разрешение на строительство. Мы только перечетили сопережение, потом догоняли документацию. И в итоге, сегодня мы, в прошлом году, немножко с опозданием, задержкой пошли по графику, зимой нагнали. И в сегодняшнее время мы осваиваем все выделения сентября, которые выделяет фонд через нашу республику. По словам Хайдара Меншарифовича, в комплексе разместятся трибуны на 600 посадочных мест. Шесть раздевалок, тренажерный зал, а также зеркальная комната для тренировки фигуристов. Здесь уже раздевалка, здесь же для проката коньков, тут же и заточка коньков. Там у нас наверху тренажерный зал, плюс зал для занятия. Фигуристам же им надо специально, как балеринам, зеркала, гимнастический зал. То есть, там второй этаж, вот такой вот, приспособленный для этих вещей. Единственное пожелание ветераны выразили, чтобы играли в хоккей только наши воспитанники. Но единственная просьба есть у руководства города. Тренер должен быть со стороны, но хоккеисты должны быть местные. Не так, как у города нет денег. Также побывали на улице Заслонова, где в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья построены трехэтажные многоквартирные дома. По словам жителей, произошли большие изменения. На этом месте был пустырь, а сейчас полноценный благоприятный двор с прилегающей территорией. Помимо этого, здесь сейчас мы будем делать проект сетей, потому что надо рассчитывать в связи с застройкой, рассчитывать и развивать нашу инфраструктурную систему. По словам Юрия Владимировича, третий этап программы закончился, но впереди переселения из ветких домов будут продолжаться. Государство будет продолжать программу расселения из аварийного жилья, то есть она будет финансироваться, поэтому мы сейчас провели обследование еще семи многоквартирных домов, которые могут попасть в разряд ветхого жилья. Есть у нас два дома проблематичных, которые после капитального ремонта повели себя, неоднозначно пошли трещины, разрушение фундаментов, поэтому по возможности мы будем, в случае если программа эта будет продолжаться, мы попытаемся еще эти дома, подаварийное жилье предоставить фонд. Развитие инфраструктуры идет полным ходом. Ветераны остались довольны, что город развивается и беспокойства за свое поколение нет. В рамках празднования Дня города и Дня авиации в парке культуры и отдыха имени Гагарина были организованы детские игровые площадки, выставки и сабантуй. Веселый и шумный праздник традиционно отметили шуточными и настоящими соревнованиями для детей и взрослых. Национальная борьба куреш с полотенцами, армрестлинг, подъем тяжести и бой мешками на скользком бревне. Силу и ловкость мог испытать каждый желающий. После окончания официальной части празднование Дня города и Дня воздушного флота продолжилось в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Здесь работали различные тематические площадки. Много интересного и полезного можно было увидеть на площадке «Крылья славы». Учреждения культуры и архивный отдел организовали экспозиции по истории города и градообразующего предприятия КомАПП. На выставках были размещены фотографии кумертау, почетных граждан и авиастроителей. В парке будущего каждый желающий мог изготовить своими руками сувенир. Это были вертолётики, яркое солнышко, цветочные композиции. В мастер-классах с удовольствием принимали участие и взрослые, и дети. Так что каждый уходил с праздника с небольшим подарком. Мне было очень интересно. Я сделал самолёт. Там я ещё сделал тоже самолёт, но только другого типа. А какой праздник сегодня отмечается, ты знаешь? Да. День авиации и День города. А что ты пожелал бы городу? Добра, силы и счастья. Детская игровая программа, организованная Центром Самоцвета, собрала всех желающих потанцевать и повеселиться. Ну а сабантуй в нашем городе мероприятия традиционные. Это праздник дружбы, мира и согласия. Национальный праздник объединил сотни жителей и гостей города. На каждой площадке организаторы предлагали народные игры и развлечения. Среди юных участников особой популярностью пользовались такие юмористические конкурсы, как бой горшков и бой мешками. Также участники праздника с удовольствием соревновались в переноске воды на коромыслах. Пожалуй, самым сложным в состязаниях было лазание на шель с высотой в 15 метров. Этот вид состязания является самым популярным. Отметим, что высокий шельс покорился далеко не всем храбрецам. Одним из плечиков, которому удалось добраться до самой вершины, стал Андрей Трофимов. Я думаю, каждый среднестатистический участник вполне способен залезть. Необходима сила воли и характер, а при желании можно и все достичь. Однако для того, чтобы получить главный приз – велосипед, недостаточно лишь дойти до вершины шеста. Нужно сделать это быстрее всех соперников. Топ залез до конца вертикально шеста и коснулся определенной точки. Мы засекаем время. Кто быстрее всех залез, это самый лучший приз. Это велосипед первый приз, 7 призов и утешительный приз. Кто даже попытался, они получают утешительный приз. Также взрослые соревновались в таких видах спорта, как тяжелая атлетика и армрестлинг. В армспорте не было равных с Саниславу Юдакову. Он стал чемпионом. Хочу пожелать всем успехов, счастья, здоровья. Всего наилучшего, чтобы занимались спортом. Тогда будет победа. Еще одной изюминкой всех сабантуев является, конечно же, национальная борьба «Курэш». Всего силами мерились 25 борцов в шести возрастных категориях. Веси больше 90 килограммов боролись Федор Фролов и Сергей Акузин. Состязания прошли, самое главное, без травм. Занял второе место. Это ничего страшного, я думаю. Ну, а всех горожан я хотел бы как бы воспользоваться случаем и поздравить с Днем Города. Пожелать всем благополучия, мирного неба над головой и, самое главное, здоровья. Так умертался весело и задорно отпраздновали День Города и День Воздушного Флота. Гости праздника, сами жители и сказочные персонажи желали городу и предприятию Комэпп, с которым связано празднование в нашем городе Дня Авиации, Добра и Мира. Во-первых, всем сотрудникам и работникам вашего предприятия хочется от себя лично, от нашей воинской части пожелать мирного неба над головой, чтобы количество взлетов равнялось с количеством посадок, чтобы ваше предприятие Кумертау выполняло заказов еще больше, работали на нашу оборонку, чтобы предприятие цвело, и люди, которые там работали, смотрели в будущее, допустим, с позитивом. Процветание, конечно же, чтобы был всегда такой красивый, побольше таких мероприятий, очень весело и красивый парк, конечно. Мне это нравится. Я хочу тоже пожелать горожанам, чтобы их город процветал, тем более с Днем Авиации, да, это, я так понимаю, городообразующее предприятие, и будет только сильнее, город красивее становиться, и он уже преображается, столько новых построек, столько всего, чтобы это приумножалось и процветало дальше. Айгуль Мухаммедшина, Сергей Николаев, Новости. Праздничная суббота завершилась на площади Советов. Как прошел концерт и фестиваль красок, расскажет Кульнас Филатова. «Еще по ночам, не раз и не два, друзья снятся нам, это значит, поменьше в адах, выломал, на саду военском, на саду военском, и на орденке, мы дали сновь, девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь». На площади Советов городской мэрии и учреждениям управления образования был организован музыкально-развлекательный вечер. После насыщенного праздничными событиями дня жители города могли встретиться и отдохнуть. Городские народные ансамбли и сольные исполнители радовали присутствующих вокальным и танцевальным творчеством, а горожане поздравляли друг друга с праздником и вспоминали прошлое. «Я с дня рождения живу в этом городе, очень сильно изменился. Все, даже вот родственники, которые приезжают, все говорят, что у нас город очень-очень чистый. Родной город, одно слово, все». «Я очень люблю наш город, мне здесь очень нравятся, не то что большие города. Здесь у нас спокойно, хорошо, зелено и вообще очень приятно». «Очень скучаем по своему городу, когда уезжаем куда-то, все равно тянет родные края свой к городу Кумерталу. Он нам дорог. Выросли мы, выросли наши дети, внуки растут. Так что тут у нас уже все сложилось, и нам город дорог, как родное, близкое». В день города основным виновником торжества стал сам Кумертал. В этот праздничный вечер каждому из присутствующих хотелось пожелать своему городу только самого лучшего. «Всего самого хорошего городу, ну и что было, все в нашем городе преображалось в лучшую сторону». «Ну, Кумерталу желаю дальнейшего процветания, оставаться таким же чистым, ухоженным, красивым. У нас очень хорошие люди, чтобы такие же все оставались всегда. Всего самого-самого». «Желаю процветания городу и поздравляю своего отца, который служил в ВВС, ради Костолбанова. Вообще, побольше развлекательных мероприятий для молодежи, и чтобы открыли секцию бодибилдинга, чтобы были все красивые и подкачанные, как в Майами». Кроме концертной программы, для молодежи был организован фестиваль красок. Необычный праздник прошел под руководством одного из кумертауских интернет-сообществ социальной сети ВКонтакте. «Это очень веселый праздник для родителей и их детей. Вот посмотрите, какие праздники мы дарим счастье детям, разукрашиваем их цвета радуги. Детям очень нравится, они веселятся, дарим им позитив». Праздник Холли – это традиционное индийское мероприятие, в котором все веселятся и осыпают друг друга цветным порошком. Наши маленькие горожане с удовольствием приняли участие в необычной игре. Так же, как взрослые, в этот яркий и веселый вечер они желали городу всего самого лучшего. «Я желаю процветания нашему городу и веселых дней». «Счастья, здоровья, чтобы наш город стал знаменитым, чтобы у нас все было хорошо, чтобы такие же праздники были, как и в этом году. Фестиваль красок очень классный». «Таких же успехов, чтобы у нас было много чемпионов, спортсменов, чтобы в нашем городе было все спокойно и чтобы он так же процветал». «Я хочу, чтобы этот фестиваль прошел отлично, чтобы всем нравилось, чтобы все улыбались, всем понравился этот фестиваль, чтобы этот фестиваль был красочный, очень красивый, яркий, и чтобы все были рады, чтобы была куча красок. «Фестиваль красок мне нравится тем, что здесь можно развлекаться, слушать музыку. Я хочу поздравить всех с Днем авиации, с Днем города. Желаю счастья, здоровья, всего то, что вы хотите, и чтобы у вас была красочная жизнь». «Мне понравился красок так ярко и здорово, весело для всех». В завершении праздника организаторами фестиваля была проведена развлекательная танцевальная программа для молодежи. Это была последняя информация выпуска. Встречаемся в этой студии в 19.30 в программе «Теледебаты». Сегодня у нас в студии кандидаты по единому избирательному округу – город Кумертал. До встречи в 19.30.